Все детям и школе. Этими словами можно описать Татьяну Анашкину. Ее трудовая деятельность от первого до последнего дня прошла в Ленинском округе. Работала вожатой в четвертой школе, позже стала учителем истории в первой. Жизнь изменилась, когда в 1990 году ее позвали работать в новое учреждение муниципалитета – гимназию. Здесь был, ну, знаете, нулевой цикл, ну, может, первый этаж. Это был август месяц. И я, согласившись, 6 августа сидела в Горану и принимала заявление родителей на открытие, чтобы они учились здесь 1 сентября. Никто не верил, что мы откроемся. Тем не менее, уже 3 числа первые ученики заполнили коридоры школы. Всего 410 человек. С этого момента в гимназии закипела жизнь. Ею зарядились и работники учреждения. Мы тогда были молодые, нам было море по колено и грязь тоже. И поэтому мы здесь совершали подвиг. Я помню свое состояние, что утром просыпалась, думала, скорее бы расцветала, чтобы бежать на работу. Годы пролетели как один день, признается Татьяна Викторовна. В 2011 году она заняла пост директора школы. Ей гимназия преобразилась. Изменилось здание внутри и снаружи, менялись и методы работы. Благодаря грамотному руководству гимназия в 2016-м стала одной из 500 лучших школ России. Много лет подряд она пример для учебных заведений Московской области. Я благодарна тому составу учителей, коллег своих, потому что действительно работали с полной отдачей. И мы не думали о наградах каких-то. И поэтому для нас, когда какие-то вещи говорили, что вот гимназия, для нас это считалось нормой. А для кого-то это было что-то сверх нормы. А педагоги благодарны ей. Наталья Васильева, учитель начальных классов, пришла в гимназию молодым специалистам, когда школа только открывалась. С Татьяной Викторовной они проработали бок о бок 30 лет. Только благодаря ее трудолюбию, благодаря умению организовать требовательности и, наверное, настойчивости какой-то. Вот гимназия сейчас то учебное заведение, в котором гордится весь район и вся область. Привыкли к ней и молодые педагоги, работающие в школе лишь несколько лет. Держала нас в ежовых рукавицах, но при любой сложности, при любых вопросах можно было к ней прийти. И вот мы шутили. Мама Сана ее называли, потому что за пределами уже школы, за учебного процесса. Она уже чуткий такой руководитель. Любят ее и ученики. Чувствуют за внешней строгостью доброе сердце. Когда мы пришли в четвертый класс, она нам сделала видеопоздравление о том, что мы пришли в четвертый класс. Видеопоздравление, что она нас поздравила. Лично мне было очень приятно. В этом учебном году Татьяна Викторовна сложила из себя полномочия директора. Больше всего за годы работы она гордится не грамотами, а своим дедищем – новой пристройкой гимназии, открытой зимой этого года. Идея появилась из малого. Школе не хватало просторной столовой. Позже было решено, что в новом здании расположатся специализированные классы и игровые для самых маленьких учеников. Я ушла с чувством выполненного долга. Я оставила хорошую, сильную школу с хорошей материальной базой. И всех учителей, которые сейчас новенькие, я всех за лето их фактически подобрала. То есть заявление принимала, принимала в коллектив. И я рада, что Елена Юрьевна Борисова стала директором школы. Я думаю, у меня получится. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.